Всем приветики! С вами Ольга. Я вам желаю здоровья и счастья, радости, любимые, дорогие. Потому что сегодня мы гуляем по морю. И сегодня у нас еще была прогулка хорошая в горы. Потому что мы наведали одного хорошего дедушку, которого зовут Микеланджело. А сейчас мы с Винченцем гуляем босиком по морю. Сегодня уже многие купаются. Загорают, конечно, вообще-то сколько. И, конечно, раздолье для детей. Это чудо, когда такая хорошая погода. И вот наш замечательный мост. Лиды Ди Камайори. Пойдем посмотрим, что у нас сегодня на пляже сначала. А потом я вам покажу, что дальше. Ну, в общем, мои дорогие, купальный сезон открыт. Конечно, сейчас еще можно воспользоваться тем, что все пляжи пока еще бесплатные. Некоторые купаются, некоторые загорают. Мы просто босиком по морю ходили. И вот нашли уже медузу, дорогие мои. И Винченце вот ее вытащил, и она развалилась на две части. По крайней мере, никого уже не укусит, кто босиком по морю ходит. Он еще палочку воткнул, чтобы на нее не наступили. Вот такой вот охотник за медузами. Он говорит, ни одного китайца поблизости, чтобы съели. Потому что китайцы едят медуз. Может быть, это действительно белковая пища, но мы как-то не знаем даже, как их и готовить. А так бы можно было насобирать. Ну, в общем, дорогие мои, все уже загорают, купаются. Как я говорила, пока еще пляжи бесплатные. Зонтики уже многие наставили, пляжи. Я думаю, что с 1 мая официально это все откроется. Но некоторые, некоторые платные пляжи уже открыли. Ну, и мы, как я говорила, поехали мы еще дедушку наведывать. Вот он такой хорошенький, миленький. Очень-очень интеллигентный, очень. У него в доме, оказывается, два пианино и скрипка. То есть он у нас и музыкант замечательный такой. И вот такой у него дом, который состоит из трех, так сказать, мини-квартир, которые он еще издает через интернет. Конечно, воздух, дорогие мои, сплошной кислород. Посмотрите, какая красота. Ну, и, конечно, вот эти все дома, как они говорят, антика. То есть они уже из натурального камня. Но здесь, конечно, летом это вообще замечательно. Здесь, конечно, прохлада. Потому что здесь спасаются все от жары. Ну, и, конечно, собака тут присутствует. Потому что как же так без телохранителя? Ну, это у него пока он еще тут не разобрал. Но все равно видно, что человек очень и очень такой грамотный. И, я говорю, он и музыкант, и книги присутствуют здесь. И вообще по тому, как он разговаривает, тоже-тоже видно, что он такой, ну, приятный, приятный интеллигент. Ну, в общем, мы сегодня вот так пообщались еще и вот с таким дедушкой. Ну, как говорится, дедушка-дедушка, а все равно в душе еще молодой. Потому что он и на машине ездит, рулит везде. И, в общем, такой еще весь полностью себя сам обеспечивает. Ну, вот, дорогие мои, будем стремиться к тому, что и мы тоже-тоже будем, так сказать, в старости и на машинах рассекать, и на велосипедах рассекать. И, в общем, такие, да, как вот итальянцы. Они очень-очень-очень шустрые. И, конечно, и духовно, и физически можно у них поучиться. Ну, а мы с удовольствием наведали дедушку. И, конечно, надышались вот этим кислородом. Потому что здесь, конечно, спокойствие. Спокойствие, как дедушка говорит, даже слишком спокойствие. Иногда хочется немножко и шума. Ну, в общем, а мы вот этим спокойствием немножечко насладились. Это было здорово. Ну, и, конечно, очень красиво. Сейчас весной все цветет, все пахнет. Ну, а я, как обычно, желаю вам весеннего настроения. И желаю, как обычно, здоровья, счастья, радости, любви под мирным небом над головой. Люблю вас всех, мои хорошие.